Привет! Я вам обещал видео по GTA Online в двух словах, и я его сделал. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и подписки на канал. Приятного просмотра! Заходим в GTA Online. Тут для начала нам нужно создать облик нашего персонажа. Выбрать его пол, родители, среди которых, кстати, можно выбрать Ника из GTA 4. Далее нам нужно выбрать лоб, глаза, нос, скулы, щеки, губы, челюсть, подбородок, прическу. Одежду и еще кучу всего. После этого нам показывают вступительный ролик, в котором игрок прибывает в аэропорт Лос-Сантоса. Где его встречает уже знакомый нам по оффлайн режиму Ламар. Он дарит нам пистолет, машину и объясняет как устроена GTA Online. Кстати, в данный момент вы видите у себя на экране запись пятилетней давности, где я впервые создавал персонажа на ПК. Дальше у нас начинается гонка с Ламаром и подключившимися к нам игроками. После этого мы наконец-то попадаем в открытый мир. Тут очень много различных сюжетных линий. И раз уж мы сегодня упомянули Ламара, предлагаю посмотреть его сюжетную ветку, вышедшую с обновлением Лоурайдеры в 2015 году. Даже не верится, что прошло уже аж 6 лет. Скажу сразу, что у меня в онлайне пройдено практически все. Благо, можно позвонить, например, тому же самому Ламару и начать сюжет Лоурайдеров с самого начала. Изначально я хотел записать это видео о крайнем обновлении про стритрейсеров, но я не смог набрать команду для этих новых заданий. Поэтому, ребят, если у вас есть GTA Online на ПК, а также желание помочь мне снимать дальнейшие видео по GTA Online, то добавляйтесь ко мне в дискорд по ссылке в описании. Там я буду сообщать о дальнейших съемках, чтобы вы по желанию помогали мне проходить различные миссии. Итак, давайте уже наконец-то приступим к Лоурайдерам. Лоурайдер это автомобиль, измененный таким образом, чтобы дорожный просвет был намного меньшим, чем задуманный инженерами изначально. И в Лос-Антосе открылась мастерская Бенни, где мы можем превратить свое ржавое корыто в мощный Лоурайдер с гидравликой. В этой автомастерской ошивается Ламар. Он дает нам задание «Общественная деятельность», для которого нужно 4 игрока. Короче, существуют две банды из гетто. Вагосы, желтые и балосы, фиолетовые. Ламар хочет устроить войну между этими двумя бандами, и мы можем ему в этом помочь. Все очень просто. Делимся на две команды. Одна в одежде вагосов едет убивать балосов, а другая наоборот. После этого мы врываемся на тусовку желтых и фиолетовых, и там тоже всех уничтожаем. После чего возвращаемся в мастерскую, и миссия на этом заканчивается. Следующая миссия. «Тише едешь, дальше будешь». Рассчитана на двух игроков. Ламар просит перегнать два Лоурайдера в другую часть города, на сделку по их продаже. Но самое главное, по пути не попадаться на глаза копам, иначе миссия будет провалена. И кстати, копы тут действительно на каждом шагу. Приезжаем на сделку, о которой узнают балосы. В общем, им что-то не понравилось, и начинается перестрелка. В этих миссиях главное найти себе напарника с прямыми руками. Потому что у меня эта миссия затянулась надолго, из-за того, что мой тиммейт постоянно погибал во время перестрелки, и из-за этого приходилось переигрывать задания. Но в итоге нам все удалось. Следующая миссия под названием «Гэй, это гангста» на удивление далась мне очень легко. В общем, друга Ламара, Джеральда, арестовали копы. Нам нужно его спасти, взорвав дверь броневика, в котором он находится. Посадить к себе в машину и отвезти в безопасное место. Даже отстреливаться не пришлось. Идем дальше. Похоронная процессия. Приезжаем в бар Йеллоу Джек, и Ламар нам дает задание сорвать похороны Вагасов. Для начала убиваем пару желтых и угоняем у них машину, на которой присоединяемся к похоронному кортежу. Далее проникаем на кладбище. Там всех убиваем. Это, кстати, нелегко, потому что из оружия у нас только пистолеты. И угоняем катафалки, набитые кокосом. После чего смотрим, как Ламар проходит сквозь стену, и на этом миссия подходит к концу. В следующем задании, под названием Лоурайдер на зависть, очень важна командная работа. Мой напарник действовал с земли, а я прикрывал его со снайперской винтовки с крыши здания. Наша задача проникнуть на тусовку балосов и по стелсу их истребить, а также уничтожить один их автомобиль. Если они нас заметят, задание будет провалено. И в итоге, нам нужно угнать один Лоурайдер и доставить его Ламару. Идем дальше. Фото охота. Нам нужно по стелсу фотографировать проезжающие мимо нас Лоурайдеры и отправлять их фотки Ламару. А он нам ответит, какие тачки нам нужно угнать. Дальше, как всегда, стреляемся и забираем автомобили. Трудные времена, отчаянные меры. Наши противники хотят убить Ламара, но мы не должны этого допустить. Поэтому, как всегда, едем избавляться от врагов. Для начала стреляемся в гетто. Потом у какого-то отеля, на пристани и сбиваем вражеские вертолеты. После чего нам просто-напросто нужно избавиться от улик в виде нашего автомобиля. И, наконец, финальная миссия. Дары. Наша задача угнать два Лоурайдера. После чего на нас нападают вагасы. А нам просто нужно от них избавиться. На этом сюжетная линия Лоурайдеров подходит к концу. И, честно говоря, я испытал небольшое чувство ностальгии. По тому времени, когда это обновление только вышло. Когда все было по-другому. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, что вы поддержали данное видео лайком и подписались на канал. Ведь чем сильнее ваша активность, тем больше у меня появляется мотивации продолжать. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok